Ребята, вот это называется самолет. Ну не простой самолет, а беспилотный. На нем нет летчика, а летчик сидит на земле и управляет им по радиоканалу. Он летает, и у него снизу фотоаппарат, и все, снимает. Маленьким попроще, взрослым посложнее. Цель одна – рассказать, как живет этот загадочный мир спутников станций связи беспилотных аппаратов. В телекоммуникационном центре компании «Газпром» космические системы – необычные гости. Дети сотрудников предприятия от 7 до 17 лет. Многие здесь впервые и знакомятся с миром, в котором трудятся их родители. И, возможно, будут трудиться они сами. Может быть, они заинтересуются и со временем закончат вузы, высшее учебное заведение, и придут к нам работать. Политехнические, какие-то конструкторские вузы. Может быть, какие-то вузы, которые связные специальные. Ну а чтобы проще было поступить на учебу, дети вооружаются новыми знаниями. На пути маршрута четыре точки. Ребята знакомятся с тем, как работают антенны – наземные станции спутниковой связи. Узнают секреты съемки с беспилотников. И, наверное, самое интересное – экскурсия в Центр управления полетами. Из этого зала управления выполняется контроль и управление всеми спутниками и наземной частью. Рассказал о том, что наша компания располагает орбитальная группировка из четырех спутников. Спутники геостационарные. Что они обеспечивают связи и нашу страну, и зарубежность, и страны в том числе. Что у нас довольно большая инфраструктура. Работа ответственная, работают высококвалифицированные специалисты. Как же после такой сложной и ответственной работы специалисты восстанавливают силы? Ребята не только узнали об этом, но и попробовали сами. Приветствую вас на территории «Газпромкосмические системы» в зоне отдыха, где ваши родители отдыхают в обеденный перерыв и после рабочего дня. Как вы знаете, физкультура – это здоровье. Поэтому мы вам предлагаем позаниматься физкультурой. Ребята смогли поиграть в футбол, позаниматься на уличных тренажерах и даже покормить рыбок. И с удовольствием поделились впечатлениями от экскурсии. Мне понравилось то, что запускают ракеты, вот это все. И я узнала много нового, не то что в школе. Оказалось, что здесь есть даже и спортивная площадка, и даже пруд с рыбками. Я думала, что здесь просто стоят два здания. Мне очень понравилось здесь. Узнала много нового, как работают спутники, как они создаются и запускаются. Вот если бы меня спросили, ну кем ты хочешь быть? Наверное, я бы дадил конструктором вот этих беспилотников. Потому что мне очень нравится эта тема. Читаю книжки. Ну как моя мама хочет работать. В будущем я бы хотел бы работать в «Газпроме космической системы» директором. После экскурсии ребят ждала увлекательная праздничная программа – конкурс рисунков на асфальте и викторины. Сегодня космос стал им ближе. И, возможно, именно этот день станет стимулом к тому, чтобы продолжить дело родителей. Наталья Медведева, Станислав Беляев, Сергей Дадыко, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...